Всем-всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Не буду долго разглагольствовать, давайте же начнем. Наверное, вы успели догадаться, ну или же просто прочитали название этого видео. Это рубрика «С тебя вопрос, в меня ответ». Первый вопрос от Карины Ивановой. Она спрашивает, будет ли у меня трансляция. Да, у меня будет трансляция, когда я разберусь с YouTube, как там вообще все это делается. Скорее всего, будет в режиме hangouts. То, что мне вообще моя партнерка рекомендовала. То, что это удобно, вы задаете там что-то вопросы. Теповые вопросы я вижу, я отвечаю это в онлайн. Что-то там, короче, очень сложное. Но, в общем, я разберусь и устрою трансляцию. Либо, если я не разберусь, я устрою ее на смотри.ком, скорее всего, как я и делала это раньше. И напишите, ждет ли вы трансляцию. И будет ли удобно вам, если я сделаю на каких-нибудь выходных как раз-таки трансляцию. Вот. Яночка Синицкая спрашивает, кем хочешь работать, почему именно эта профессия. И она просит передать привет, говорит, что очень меня любит. Спасибо огромное, мне очень-очень приятно. Я тебя тоже люблю. Привет, Яна. В общем, честно, я не знаю, кем я хочу работать. Точнее, есть какие-то идейки зарисовки, но такого плана, как бы, работы, в принципе, нет. То есть, я бы хотела быть актрисой, но это исключается певицей, исключается музыкантом, исключается... Короче, все, что мне нравится, то и исключается. Поэтому я не знаю. Или, допустим, хотела связать свою работу с творчеством, с видео. Опять же, на режиссера я идти не хочу. Быть журналистом я тоже не хочу. Опять исключается. То есть, это так и будет оставаться вот хобби, которое мне нравится. Вот, поэтому я не знаю, кем я буду работать. Серьезно, ребят. Но при этом я знаю уже, на кого я буду поступать. Я в МГППУ буду поступать на психолога, но это если в МГУ не получится. Да, почему на психолога? Потому что у меня очень-очень много друзей именно в том МГППУ в УЗИ учатся. Я там пару раз была, мне понравилось, мне это интересно, лично для себя. Я не буду работать с психологом, я просто хочу получить это образование, потому что потом, кем бы я ни работала, уже как бы образование психолога будет в любой сфере полезно, так или иначе. Вот, я так считаю. Поэтому я буду учиться на психолога. Возможно, все переменяется как-то. Ну, блин, 11 класс, я уже выбрала предметы, не знаю. В общем, как дальше пойдет, я расскажу вам. А сейчас пока что я планирую на психолога, а насчет работы я не решила. Олеся Лис спрашивает, какие предметы я сдавала в 9 классе и какую оценку получила. Точнее, наверное, какие оценки. В общем, в 9 классе я сдавала, это было 2 года назад, уже вот время летит, капец. Я сдавала обязательные русский и математику, и по выбору общество знания и английский. Английский, потому что я люблю английский, и просто для себя чисто, мне не нужно было, я как бы не собиралась уходить в колледж, уже сначала думала, но потом такая, не, я остаюсь. Вот, и общество знания, потому что все-таки на психолога я же пойду учиться, поэтому, чтобы в ЕГЭ не смотреть вот так вот на все задания, я решила ЕГЭ написать, попробовать, как бы полезно, как бы такой тест. Написала, в общем, я общество знания на 5, математику на 4, английский на 5 и русский на 4. Вот, то есть у меня 2 пятерки и 2 четверки. Я молодец. Поэтому-то мама и разрешила мне покрасить волосы. То есть еще один час задаваемый вопрос, как мама отреагировала. Ты поставила ее перед фактом? Нет, ребят, если бы я поставила ее перед фактом, то я бы уже тут не жила и не снимала бы видео, я бы была уже лысой где-нибудь на улице. Поэтому мама разрешила мне покрасить волосы только потому, что я сдала хорошо экзамены. Соня Хургина спрашивает, кто оказывал поддержку на старте твоей карьеры видеоблогера? Кто помогал? Как относятся родители к твоему увлечению и одноклассники? В общем, скажу так, что поддержку на начале моей такой карьеры мне никто не оказывал. Я когда начинала, я не говорила никому вообще. То есть, ну там мама знала, да, и папа то, что я снимаю. Но я по жизни снимаю видео, то есть это уже давно никого не волновало, не было удивительным, потому что фотоаппарат это мой друг лет с 11 и так. И я постоянно что-то снимала. У меня есть канал один, на котором все старые видео с 2009 года. Это просто... Возможно, когда-нибудь я сделаю обзор на свои же те видео, посмеемся вместе. Вот, все когда-то начинали, пробовали, да, на ошибках люди учатся. И вообще о видео узнала только одна моя подруга, бывшая одноклассница Даша, которая, собственно, и поддержала. И говорила, да, да, у тебя здорово получается, продолжай. Мне кажется, если бы она меня тогда как-то не поддержала, потому что мне как-то не нравилось, как я начинала, то, возможно, сейчас я не была бы видеоблогерами, я не знаю, что бы я делала. Но, в общем, как-то так. Вот, потом уже как бы узнали и одноклассники, вот, и все мои знакомые. Одноклассники относятся хорошо. Сначала мальчики некоторые прям вот так иногда подстебывали, но в шутку, потому что как бы у меня уже было 1015 подписчиков, когда об этом узнали одноклассники, и как-то это уже не 2-3 подписчика, да, то есть хоть какое-то уважение было, и они говорят, да, молодец, все дела. Сейчас меня полностью все поддерживают, уважают как-то, вот. Ира желтого или желтого, прости, если как-то мне так сказала, спрашивает. Милена, хочешь себе длинные волосы? И говорю, что очень любит смотреть мои видео. Спасибо тебе огромное, я очень рада, что вам нравится. И да, я хочу себе длинные волосы. Сейчас я все-таки решила, что снова начинаю отращивать, как и раньше. В общем, начинала растить недавно, где-то досюда дорастила, дорастила, даже пониже, резанула вот недавно. Ну, резанула выше плеч, а сейчас у меня ниже плеч, но еще с кудряшками, с учетом этого, и то они длинные. В общем, хочу дорастить хотя бы до талии, хватит. Ноутбук, короче, пикает, меня это бесит. Вот, хочу дорастить до талии, вот, наверное, как и раньше, когда мне было лет 12-13, у меня волосы были где-то до попы вообще. То есть, если я найду фотку, я сейчас вставлю, если нет, то извините. Вот, и я так ходила всю жизнь, у меня были длинные густые волосы, и потом что-то я решила сделать каре. Я не знаю почему, и мама меня 2 года, 2 года отговаривала, потом все-таки говорит, делай что хочешь. Я пошла и отрезала, решили все-таки не каре, а досюда и каскад, то есть такую градуированную стрижку. Вот, и после этого я думаю, нет, ну, ходила где-то полгода, и думаю, нет, все-таки хочу каре. Я отрезала себе каре, и год ходила счастливая, мне нравилось, смешно, но потом я решила, что хочу отращивать, и вот отращивала до 2013-го, вот, потом даже до 2014-го, вот, и да, ну, снова отрезала. И сейчас снова отращиваю. Ну, типичная девушка. Данила Трофимов спрашивает, почему я решила покупать новую камеру. В общем, да, вы уже знаете и видите, да, что у меня новая камера, как бы качество заметно улучшилось. И сейчас, кстати, вы начали спрашивать, какой у меня свет. Ребята, у меня нет пока что никакого света. У меня две обычные настольные лампы, моя и брата. Я их оставлю, они рыжат немного, да, я знаю, я с этим ничего не могу поделать. А сейчас я снимаю просто напротив большого окна в большой комнате, поэтому нормальное вроде освещение. Вот, и я решила купить новую камеру, потому что у моего Никона, как бы он ни был мною любим, но не было поворотного экранчика, который все-таки удобен, нужен, особенно для макияжа и вот просто вот без этого никак. Потом, второе, качество лучше заметнее не потому, что как бы круче сама тушка, как бы, ну, и это тоже, но все-таки оптика у Кэнона немного для видео получше. Вот, и я в этом убедилась, да, все-таки. И 60D уже как-то больше к профессиональным ближе моделям. Я как-то решила, что раз уж я занималась, занимаюсь как-то вот так видеоблогингом серьезно, надо уже улучшать контент, улучшать качество, качество звука, качество видео. В скором времени я накоплю на свет, наверное, к дню рождения, может, в октябре я куплю и свет. То есть я могу и ночью, смогу ночью снимать, и будет нормальное освещение. Я надеюсь, мне бы советовали свет купить. Так что где-то в октябре у меня, возможно, уже будет свет. Так что, по идее, в скором времени у меня должен быть и свет хороший на видео. Марусь Капирог спрашивает, сладкоежка ли я. И да, я просто безумная сладкоежка. Я очень люблю сладкое, просто обожаю, особенно карамель. Ну, шоколад как-то не очень, ну, то есть, ну, шоколад люблю. Но больше, конечно, карамель, особенно если это мороженое из Баскин-Робинса, политая карамелью или кленовым сиропом. Это просто ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Серьезно, я очень люблю. И сгущёнку варёную очень люблю. Это прям сладкое. И торт, вот если вы знаете торт, панчо, который такой белочёрненький, это просто идеальный торт. Готовы есть его тоннами. И да, лучший подарок для меня это сладкое, много сладкого. Дарья Чернова спрашивает, какая была реакция у Светы на то, что у меня синие волосы. Сейчас я попытаюсь изобразить. Привет, Милин. О, у тебя синие волосы? Ништяк. Всё. То есть Света уже настолько долго и близко со мной дружит, настолько она привыкла ко всем моим выкидонам с волосами. Красные, фиолетовые кончики, синие кончики, красные кончики, сказала уже, да, наверное, розовые кончики, зелёные кончики. Я не знаю, там полностью башка у меня зелёная когда-то была. Всё это. Она настолько к этому просто привыкла, что если я там покрашу сейчас там в серо-бурмалиновый, она скажет, прикольно, да, круто там. Или даже не заметит, как она говорит, что она мне в последний раз как-то сказала, что я настолько часто крашусь, что она уже даже не замечает, когда я меняю цвет. То есть она как, ну, меняешь, меняешь, чё? Так что, да, она уже как-то привыкла, как и все, кто со мной очень близко и много общается. То есть это уже как-то в порядке вещей, вот. Роман Грицаев спрашивает, сколько раз я красилась. И, честно скажу, я не считала больше пяти. Хотя, знаете, я не считаю, что, допустим, кончики там, розовые, фиолетовые, желтые, красные – это по одному разу. То есть если я осветлила раз, да, допустим, просто кончики белые сделала, и крашу их хоть в сто цветов я их покрашу, я буду считать это как одно окрашивание, потому что действительно вредит волосам только то, что я их осветлила. Остальное даже краска называется сложной. То есть это просто как оттеночный бальзам, который через какое-то время вымоется, собственно, ну не полностью, но все же как бы не супер-пупер аммиачная краска. То же самое и это. То есть я могу считать, ну хорошо, синий, да, окрашивание там. Блондинка я была, шатенка я была. Что я еще делала? Красные волосы у меня были. Это вот я считаю прям вот окрашивание. А там что-нибудь, допустим, вот добавила я фиолетовые пряди, ну блин, ну... Я не считаю это прям окрашивание. Так что вообще много раз, много. И рыжей я была много. Раз 10 точно. Но это лет с 13. То есть вот мне через месяц даже меньше, уже 17. Но в это время, то есть эти 3 года, вот. Ну где-то раз, два, получается, в 4 месяца даже меньше. Я уже полгода хожу с синими волосами, прикиньте. Вроде бы недавно красилась, а это было 8 марта. Я покрасилась синий. Вот, и пока что он мне не надоел, да. Если у кого-то будет такой вопрос, нет, мне не надоел синий. И пока что я не собираюсь менять. Есть идеи, мы сейчас затемнили макушку. И будем немножечко, как бы, я буду отращивать. Я не хочу пока свой цвет прям, нет. Ну я уже сказала, что я хочу длинные волосы. Идея такова, что либо черные длинные до груди, наверное, либо своего цвета до груди, а дальше синий, либо голубые. Вот. Либо переход от моих к синему и дальше к голубому. Это сложно, но мы пока что потихонечку начали это делать и добавили пару цветных прядок мне в волосы. Иван Иванов спрашивает, есть ли у меня план на жизнь. Как такового его нет. То есть я считаю, что я сейчас могу там что-то распланировать, уже расписать точно по времени, по датам. А завтра там случится что-то, что перевернет то, что должно было быть послезавтра. Это изменит то, что должно было быть через неделю. И все, каша. Поэтому что-то такое планировать, это, ну, да, да, можно считать, как-то запланировать. Допустим, что вот тогда-то я планирую туда-то поступить, столько-то лет отучиться. Но и то, я считаю, как-то жизнь идет своим чередом, и все равно все случается в большинстве своем спонтанно. И нужно просто плыть по течению. Ну, естественно, не просто колбасой вот такой вот, да. Нужно бороться за то, что вы хотите, я считаю. Да, это немножко сегодня в философии такой, мотивации от Милены. Да, я считаю, что нужно все-таки как бы не болтаться по этому течению, а именно плыть. То есть поддерживать то, что происходит в жизни, но в плюс вам, в плюс вашей стороне. То есть, если вас выгнали из школы, и вы считаете, гуляем, нет. Нет, если вас выгнали, это значит, что вам нужно пора пойти в другую школу, более крутую. То есть, если выгнали из одной, значит, нужно как-то улучшать свои знания, идти в другую. Ну, короче, я думаю, вы меня поняли, да? Да? Поняли же? Мария Шаркова спрашивает. Ты как это говорила, что скоро будут уроки игры на гитаре? Так вот, когда же будут эти видео уроки? Да, ребят, я так говорила, я играю на гитаре. Если кто-то не знает, на канале есть видео с гитарой даже, еще полно скрытых видео. И еще даже скоро выйдет совместное видео с кое-каким видеоблогером, где мы будем играть на гитарах и петь. Это такой сюрприз. Коллаборация у нас такая будет. Вот. А насчет уроков, серьезно, пока что я не готова. Пока что я не решила, как вообще это все будет. Я хочу сделать это как рубрику. И если я буду ее выпускать, то хотя бы раз в полтора месяца. То есть, должен быть урок какой-то. Я пока не знаю, будет ли хватать времени на это, потому что я немного подзабросила смузи тайм. У меня как-то нет времени, когда у меня есть времени на желание или нет ингредиентов, тех, которых я хочу вам показать. Поэтому вот как-то так. Когда-нибудь я начну делать, будут уроки прям такие полноценные, когда я все продумаю, чтобы любой новичок, взяв первый раз гитару в руки и посмотрев мой видео урок, смог начать что-то там брендить. Ира Косоверова спрашивает, люблю ли я ужасы, если да, то какой ужастик у меня любимый? Да, ужасы это один из любимых жанров. То есть, у меня самые любимые это комедия и ужасы. Вот. Ужасы. Мой самый любимый фильм это «Пятница 13-е». На первом месте, на втором. «Кошмар на улице Вязов». Но «Пятница 13-е» и Джейсон Бурхис это просто вот как я в детстве посмотрела. Мне лет 8, наверное, папа включил этот фильм. Я не знаю, зачем учиться. Но тогда меня так впечатлило, особенно когда я была маленькой. Я жутко боялась этого в детстве всего смотреть. Я смотрела вот так полфильма. Вот. Но потом я пересматривала, когда подросла. И потом еще, и потом уже с братом. Он у меня младше на 2 года, ну на 2,5 младше. Он подтянулся. Тоже очень любит этот ужастик. И я частенько его пересматриваю. И мне очень нравится. Именно старый, старый фильм «Пятница 13-е». Самый первый. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше уже лажа. Фигня полная. Фе. Не смотрите даже. А вот первые 4 части – это прямо от души. Очень люблю этот фильм. Светлана Белькова спрашивает, как зовут моих маму и папу. Имя и отчество. Честно, ребята, я не знаю, зачем вам это нужно. Но окей. Мама у меня Наталья Владимировна и папа Михаил Александрович. Не знаю, почему вы так этим интересуетесь. Наски, у меня тоже полно вопросов. Я не раз отвечала, но раз вопросы все еще идут, я отвечу в видео. Аня Чмыхова спрашивает, что ты носишь часто, твоя любимая одежда? Вообще, я такая больше пацанка. Хотя в последнее время я как-то больше начала платьишки носить. Вот типо, как сейчас. Не знаю, что на меня нашло. В общем, это, наверное, просто возраст. Но обычно мне удобнее джинсы или шорты. Ну, вот в такую погоду джинсы. Толстовка. И мне просто отлично, мне удобно, мне прекрасно, мне тепло. И больше мне ничего не надо. Ну, и кеды, вот. Как бы я очень люблю каблуки. У меня полно обуви с каблуками. Но я больше люблю ее коллекционировать. Так же, как ножи. Я не знаю. То есть я люблю носить, да. Но когда ноги натирают, они болят. Я просто думаю, аааа. Тяжело быть женщиной, блин. Но вообще, да, я больше такому по пацанскому стилю. Как-то так. Это видео я вся такая фифочка. На самом деле нет. Ну как, я не знаю, что в жизни бомж такой, знаете, в огромном таком бомбере, в таких размахаечных штанах. Нет. Но как-то, не знаю, больше поддерживаю такой свободный стиль, в котором удобно, тепло и для меня это самое главное. Мария Акерман спрашивает, какие у меня отношения с видеоблогерами. Вообще, отношения с коллегами у меня с 99% отличные. Вы поняли, кто 1%. Вот. И больше не хочу об этом. С остальными у меня все прекрасно. Общаюсь я, конечно, прям не со всеми, но знакома с очень-очень-очень-очень многими. Со всеми хорошие отношения. Просто, я бы даже сказала, прекрасные. С многими общаюсь, с многими так просто иногда переписываюсь. Так что, да, еще много коллабораций скоро будет. Так что, готовьтесь. И я считаю, что как бы мы коллеги, зачем нам ссориться на пустом месте. Кристина Боб спрашивает, если бы мне подарили бесплатный билет на самолет, куда бы я полетела? Я бы полетела в Лондон. Это однозначно. Я всегда мечтала туда слетать, побывать там, посмотреть страну, город. Очень мне интересно. Потому что очень дорогой туда билет. Что на самолет, что там жить вообще в гостинице. Поэтому я бы с удовольствием бесплатно туда слетала. Ну или в Париж. Потому что я была там два дня давно. В прошлом апреле. И мы там практически ничего не посмотрели. Роман Огнев спрашивает, как я отношусь к Дмитрию Ларину. Отношусь я хорошо. Мы с ним общаемся. Ладим прекрасно. Смотрю его видео. Даже лайкаю иногда. Вы можете это видеть вообще в моем фиде, как бы на ютубе. В понравившихся видео. Потому что если вы не смеетесь над его видео, если они вам не нравятся, значит вы просто не посекли фишку. Потому что на самом деле там смысла много. Можно много для себя почерпнуть. Я просто влюбилась в эти видео. Я постоянно смотрю. Мне честно. Честно. Очень нравится. Да. Бывают моменты, когда он постоянно там обсирает блогеров, скажем так. Можно не принимать это всерьез. Да. И можно не принимать эту позицию. Но при этом во многом соглашаться. То есть я могу любить блогера. Любить и обожать. Но он что-нибудь про него скажет. Не просто обалет грязью. А именно критика. Не как кто-нибудь, который просто снимает всякое дребедение о блогерах. А именно критика. Вот это очень интересно посмотреть. И задумываешься. Думаешь, да, действительно так. И многие видео у него со смыслом. С таким прям. Это интересно. То есть это очень интересный человек. И я всегда с нетерпением жду видео. Мне очень интересно смотреть. Правда, для меня раньше из таких взрослых людей не было блогеров, которые были бы мне прям интересны. А Дмитрий Ларин это прям исключение. Да. Очень крутой чувак. Мария Кочеткова спрашивает. Были ли у меня другие домашние питомцы, помимо Киви? Да, вообще, как бы, если вы думаете, что я кошатница и все дела, нет, совершенно нет. Всю жизнь у нас дома были собаки. И не маленькие какие-нибудь крыски, типа йоркширских стерьеров. Серьезно, они меня бесят. Я считаю, это не собаки. Извините, если у кого-то они есть. Я считаю, что это не собаки, а просто породия кошек. Если вам нужно что-то мелкое, так возьмите кота. Зачем вам это недоразумение? Нет, серьезно. Вот. И у нас были ротвейлеры. Сначала, где-то лет 13 у нас жил ротвейлер. Когда я родилась, ему уже было лет 6. То есть, такой же взрослый был. Мы с ним ладили прекрасно. Я очень его любила. Потом просто он попал под колеса трамвая. Вот. Мы завели новый ротвейлер. Так еще мама их дрессирует, песиков. Он оказался с браком в породе или что-то такое. В общем, я не помню. Я была тогда мелкая. Его тоже, ну, точнее, его отдали. Потому что что-то там маме не понравилось в нем. И потом еще через какое-то время мы еще раз купили ротвейлера тоже. Это наш любимый пород собак. Помимо акетеины, который я обожаю. Вот. И тоже что-то опять в характере было не то. Что он с детства уже был агрессивный. Уже на всех кидался. Короче, мы его тоже отдали, блин. И я очень мечтаю о собаке. Потому что я все детство жила с собакой. Мне нравятся собаки. Я люблю дрессировать, люблю гулять с собаками, уделять им время. Как бы кошка это немного другое. Я очень люблю своего кота. Но как бы собака, у кого есть собаки, они меня понимают. В общем, очень мечтаю о собаке. Надеюсь, что в скором времени все-таки у нас будет песик. Вот. Но пока что нет. Маме разрешает. И последний на сегодня вопрос. Карина Каляда спрашивает, как долго ты собираешься снимать видео. Вопрос, который волнует всех, интересует всех. Вопрос, который меня постоянно спрашивают. Лет 5 еще снимать буду вот 100%. Мне ничего не мешает. Я пока молода. Нормально, как бы, я не знаю, что. То есть, пока у меня есть возможность. Пока мне это нравится. Я не думаю, что мне это... Нет, мне это не разонравится. То есть, это очень-очень любимое хобби. Которое приносит мне массу удовольствия. И вам тоже. Поэтому это прекрасно. Пока у меня есть возможность. Нет каких-то прям супер-пупер дел ежедневных, которые бы мне мешали прям вот окончательно снимать. Пока такого нет. Я буду продолжать снимать видео. Я думаю, что я весь этот год. И когда поступлю в ВУЗ, естественно, времени будет меньше. Видео будет реже. Но при этом я буду продолжать снимать видео. Как бы искать время и снимать видео. Когда я закончу ВУЗ. И, может быть, уже начну кем-нибудь работать. Я все равно буду снимать в свободное время видео. И, как бы, я расту. Со мной растет моя аудитория. То есть, вы тоже. У нас интересы какие-то меняются. Возможно, темы видео будут меняться тоже. И вообще, потом интересно будет понаблюдать за старыми видео. Когда-нибудь мне будет интересно смотреть это видео. В каком-нибудь 2030. Не знаю. Но пока что даже лет 10 точно я буду снимать видео. Так что, с покухой чижата, еще лет 10 точно я с вами. На этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Хоть получилось длинновато. Свои вопросы вы можете задавать в группе моей официальной. Ссылка в описании. Там есть в обсуждениях специальная тема. Ваши вопросы для видео Милены. Там задавайте. Только, пожалуйста, прошу. Один вопрос в одном комментарии. Вы можете написать 50 вопросов. Но для этого тогда нужно 50 комментариев. Потому что, если в одном комментарии 100 вопросов, я как бы сразу исключаю. Хотя там могут быть интересные вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите все по отдельности. Либо в Твиттере с хэштегом AskMurmur. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте поставить палец вверх. Подписаться на мой канал. И оставлять свои комментарии внизу. Вот там. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok